Параграф 4. Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела как векторы. Параграф 4. Угловая скорость и угловая скорость твердого тела. Оси вращения в пространстве. Для этого необходимо угловую скорость рассматривать как величину векторную. Представление угловой скорости, а затем углового ускорения как векторных величин даст нам возможность составить векторные формулы для скоростей и ускорений точек вращающегося твердого тела. В дальнейшем все это будет не только полезно, но и необходимо. Определение. Угловую скорость твердого тела вращающегося вокруг неподвижной оси будем рассматривать как вектор омега, равный по модулю абсолютному значению первой производной от угла поворота по времени. И далее вектор омега направлен по оси вращения в ту сторону, откуда вращение представляется происходящим против хода часовой стрелки. Рассмотрим тело вращающейся вокруг неподвижной оси. В которой совмещена координатная оси вращения. Согласно определению, которое мы дали, вектор угловой скорости направлен по оси вращения в ту сторону, откуда видим, что оно происходит против хода часовой стрелки. Омега уже со стрелкой и смешивать ее со змейкой. Это было обозначение алгебраической величины. А здесь мы рассматриваем угловую скорость как величину векторную. Модуль ее омега равен абсолютному значению первой производной от угла поворота по времени. А проекция вектора омега на ось Z, омега Z, равна очевидной алгебраической величине угловой скорости омега со змейкой или равна производной от угла поворота по времени. Далее. Сколь мы ввели вот такое определение для угловой скорости, можем дать определение и для углового ускорения. Уже более строгое, более, так сказать, лаконичное угловым ускорением твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, будем называть вектор равный. Первый векторный производный от угловой скорости по времени, со всеми вытекающими отсюда последствиями угловое ускорение также будем рассматривать как вектор. Равный производный от вектора угловой скорости по времени. Как же направлен этот вектор? Согласно общему определению, производный от вектора по скалярной величине, вектор Эпстелин направлен по касательной годографу вектора омега. Но вектор-то омега направлен все время в этом случае по оси вращения, и годограф его, то есть геометрическое место концов вектора, также совпадает с осью вращения. То есть вектор Эпстелин в этом случае также направлен по оси вращения. И отсюда следует, что модуль Эпстелин равен абсолютному значению второй производной от угла поворота по времени, а проекция его на ось Z равна алгебраической величине Эпстелин со змейкой, или второй производной от угла поворота по времени. Вот эти формулы. Если вращения ускоренные, то модуль вектора омега увеличивается. Дельта омега направлена в сторону вектора омега. В этом случае вектор Эпстелин направлен также в сторону вектора омега. При замедленном вращении вектор Эпстелин, очевидно, направлен в противоположную сторону. Два чертежа таких дадим поясняющих. Вы словами запишите. А. Ускоренное вращение. Элла покажет. Небольшие чертежи такие. Ось вращение. Это в случае ускоренного вращения. Вот здесь. Ну, положим, вращение происходит тоже против входа часовой стрелки. Ну, при наблюдении с плюс Z. В этом случае векторы омега и эпселин направлены в одну сторону. Омега и эпселин. В. Б. Замедленное вращение. Запишите у себя словами просто. Замедленное вращение. Второй случай. Также изобразим тело. Восвращение. Вот здесь. Ну, положим, вращение опять происходит против входа часовой стрелки. Тогда вектор омега будет направлен, как и ранее, вверх. А вектор эпселин будет направлен в противоположную сторону. Отметим, что векторы омега и эпселин, векторы скользящие. Начало этих векторов можно поместить в любой точке оси. Вы, наверное, помните, что в статике такими скользящими векторами были векторы силы. Векторы скорости, например, ускорения в кинематике, это векторы приложенные в определенной точке. Как был, например, в статике вектор момента силы относительно точки. Продолжение следует... Продолжение следует...